На льду Salt Lake Ice Center Наоми Лэнг и Пётр Чернышов, что естественно вызывает огромный прилив эмоций у всех собравшихся. Это американская пара, состоящая наполовину из американской девушки и из русского юноши, который выступает в Соединённых Штатах Америки. Я напоминаю, что мы смотрим произвольное катание танцевальных пар. Комментирую для вас эти состязания. Василий Соловьёв и Анна Семенович. И надо сказать, что вот этот танец, придуманный Александром Жулиным, это, наверное, такая песня всему хорошему и позитивному, что происходит на играх. Потому что, ну, Александр вообще, мне кажется, довольно-таки позитивный в творчестве человек. Он не выдумывает каких-то лишних драматизмов на пустом месте. И плюс ко всему, конечно же, он знает, что Ланг и Чернышов могут не подняться высоко в этом рейтинге сейчас на Олимпийских играх, но зато они могут хорошо выступить и оставить очень хорошее впечатление. И это правильно, потому что настолько известная музыка и всеми любимая. И она сразу вызывает положительные эмоции к паре. Потом действительно очень красивый дуэт, красивый партнёр статный, очаровательная партнёрша. С прекрасным, очень мягким катанием, что всегда отличало эту пару. Ребята держат очень хорошую скорость. Посмотрим, сумеют ли они завершить программу на такой же скорости. Круговая дорожка. Очень хорошо исполняют партнёрши Твизлы. Что очень важно в танцах на льду. Как говорится, всё гениально и очень просто. Видите, как просто вырвать из публики вот этот крик сумасшедший, да? Да. Мне кажется, сегодня они более эмоциональны, чем вчера. Всё-таки этот стиль подходит для них больше, чем темпераментный танец фламенко. Очень раскованное, лёгкое катание. Как он её легко переворачивает. Вот это, мне кажется, было сделано ещё и с юмором. Ха-ха-ха. Постановщик. Абсолютно идентичная линия у них. Да. Параллельная пара. Дорожка исполнена. Дорожка исполнена. Дорожка исполнена. Абсолютно идентичная линия. Дорожка исполнена с хода, а не с места, как обычно делают. А не хочется останавливаться. Да, то есть настолько все мягко и слитно, что как единое целое программа настолько красивая. Как интересно, партнерша сама держится за партнера. Супер, молодцы. На одном дыхании. Начали и тут же закончили. Александру Жулину, прежде всего, приветствия и поздравления по поводу его работы. Очень оригинально подходит к каждой задаче, да? Да, настолько свежий взгляд, то есть настолько новая идея, не надоевшая еще никому. Все-таки сказывается, что он сам недавно катался в любителях и в профессионалах. Хороший дуэт, очень хороший. Заслуженные аплодисменты сорвали ребята. Интересно, на самом деле, как вообще Петр ощущает себя при поддержке вот американской публики. Потому что поддержка сумасшедшая, может быть, даже как нигде в другом месте. Джон Симмерман здесь же его поздравляет. Известный американский парный фигурист. Ну, Петя уже давно живет в Соединенных Штатах. Я думаю, что он уже привык, я думаю, что он уже больше себя считает настоящим гражданином Америки, а не России. А вот это сложная позиция или просто хороший находок для эффекта? Это несложная довольно-таки позиция. Главное удержать дугу, что говорится, то есть устоять на ребре, чтобы было красиво. Главное, вот поза и вот такой эффект легкости в этом элементе. И вот это, конечно, тоже придумка. Да. Партнерша дерется за шею партнеру. На честном слове. Да, да, да. Здорово. Довольны ребята, конечно, молодцы. С кем у них идет борьба с 10-е место с Грушиной и Гончаровым? Трудно. И потом, самая большая сложность в том, что Анита выступает сейчас в начале третьей разминки, а Грушиной и Гончаровым завершают четвертой. Поэтому, конечно... Да, разрыв большой выступлением. Забраться чуть выше практически невозможно. Довольно-таки высокие оценки за технику. Да, высоко оценили. Причем, я даже не знаю, как остальные-то вместятся, остальные 10 человек в эти оценки. Да, без на них, я думаю, что они подтянутся на более высокое место. Ну что ж, они заслужили, если будет так. Продолжение следует...